всем привет в сегодняшнем видео я расскажу как проверить однополисный автомат если интересно смотрим дальше и подписываемся на мой канал не забудьте подписаться убедитесь что вы подписаны именно на мой канал проверьте вашу подписку еще раз и так есть большое количество однополисных автоматов и как их проверить зачастую у себя мы видим однополисные автоматы которые используются у нас в обиходе номиналов скажем так вот 16 до 25 ампер то есть они чаще всего и выходят из строя то есть автомат 32 ампера встречается очень редко и используется в основном там где большие нагрузки в квартирах можно встретить автоматы общие на 50 ампер и 63 ампера но с номиналом 50 и 63 ампера это в основном уже их тяжело назвать автоматами так как по факту это уже рубильники то есть почему они рубильники только по одной причине десятка и 63 автомат не имеет теплозащиты то есть если уже в автоматах нижнего номинала внутри стоит теплозащита которая при нагревании срабатывает автомат и выключается от перегрева то в этих рубильниках такой такой функции в принципе нету зачастую автоматы для того чтобы их проверить пропуская через себя электричество могут выходить со строя то есть самый распространенный способ выход выхода автомата из со строя это когда он просто не включается то есть это чрезмерная нагрузка и со временем то есть мы должны понимать что если автомат у вас выключился вы выбила его больше там десяти раз этот автомат термозащита приходит практически в негодность да он моет какое-то время работать но номинал его срабатывания всегда будет меньше так как он уже имеет свой стабильный износ вот этот автомат свое время уже на выключался много раз бывает конечно внешним осмотрим автоматом также можно определить рабочим или нет если вы увидите на автомате где-то подгорание то есть это был плохой контакт и автомат начал греться и начала срабатывать термозащита после чего так как автоматы были закрыты до тех пор пока автомат не начал издавать запах гарри то есть его как бы не не было определено то что он как боится у него была плохая плохо зажат контакт и как бы это было определено только после того как уже появился дополнительный запах да этот автомат и дальше работает но контакт здесь настолько уже плохое подгоревшие что он просто требует замены то есть как бы это второй вариант что если автомат включается то это не значит что он рабочий в таком же варианте когда подогревается автоматы не срабатывает внутри сработала термозащита будет пока не остынет он не тоже будет иметь вот такую же вещь он не будет включаться то есть это просто сработала термозащита которая при остывании будет опять назад включаться и вы должны понимать что вам нужно либо подтянуть винтики которые удерживают как бы провод по желанию нужно будет зачистить провод но иногда хватает просто его подтянуть скажем так первоочередное и после этого уже автомат еще корица будет выполнять дальше дальше свою как бы службу и обычно этого довольно в принципе достаточно для того чтобы он нормально работал но в наших вариантах зачастую ослабляется болтики по той причине когда вы даете резкую нагрузку либо вы там включаете на несколько обогревателей и от плохого контакта перегревается перегревается провод и расслабляется сама сама контакт на время то есть вам нужно подтягивать периодичности просматривать если вы на какой-то но какой-то на различного типа индикаторные отверточки и проверяем наличие фазы то есть данный момент как бы фаза есть и с обратной стороны и нету при выключенном автомате если же автомат включен значит и фаза не появилась этот вариант то что автомат вышел со строя это те предыдущие которые я вам показывал данном варианте рабочий автомат здесь видно что есть фаза понятно что если в при проверке автомата у вас освещение не появилось то есть смысл замерить не только приходит фаза а именно взять прозвонку и прозвонить если вообще напряжение подается сети данный момент мы делаем замер и видим что напряжение как бы существует то есть тогда сама вы должны прозвонить свою вот квартиру и посмотреть на каком этапе у вас пропало то есть не всегда есть тот вариант что если пропала фаза то не может пропасть тоже надо пропадает из-за плохих контактов из-за перегрузок до разные ситуации бывает который может пропасть 000 также автомат можно проверить именно прозвонкой это может быть такая прозвонка как у меня может быть в принципе мультиметр то есть если автомат включен и рабочий значит он будет звониться так что в принципе вот этой самые одни из самых надежных и проверенных способов по их по проверке однополюсных автоматов думаю на вопрос я ответил как проверить двухполюсный автомат если видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал смотрите другие мои видео идите на связи всего наилучшего всем пока подписывайтесь на мой канал 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 ноль ноль ноль